Мы находимся в новом хостеле, в Таллине. Хостел называется Гавань, да, Харбор Хостел. И вот у нас хозяйка здесь, Айми, и гостья хостела Полина. Очень интересные люди здесь останавливаются, да? Да. Которые рассказывают здесь на кухне общей удивительные истории, да? И вот сегодня нам Полина, а кроме того, Полина музыкант, да, скрипачка. Сегодня она устроила концерт по инициативе Айми, да? Вот Айми любит творческих людей очень. Очень. Вот, и потому что творчество – это радость, правда? Да. Это другой мир совершенно. И вот Полина сегодня концерт устроила здесь и играла на скрипке. Мы в диком восторге погрузились в это состояние прекрасное. И Полина 4 года жила в Индии. Концерт был посвящен Болливуду, да, Айми? Да. Вот. И Полина жила 4 года в Индии. И Полина расскажет нам сейчас очень интересные истории про Индию, да? Да. О своих впечатлениях. Расскажи, какие они, индусы, что тебе понравилось, что тебя удивило, поразило? Ну, во-первых, они не очень любят, когда их называют индусы. И когда я первые 2 года их так называла, они очень обижались. И потом мне объяснили, что индусы – это те, которые верят в индуизм, а остальные – это индийцы. А так, как люди, они очень добрые, но есть свои нюансы в каждой национальности. Особенно, ну, как бы страна сама по себе не очень чистая, поэтому... Ну, главное, там тепло было, поэтому я была рада там оказаться. И увидеть, как вообще происходят индийские свадьбы, в которых примерно 1000-2000 человек, и столько толпа народа, и вот это всё очень интересно, и красиво всё в живых цветах, когда только аромат слышится от этих цветов потрясающий. Мы играем на сцене, и они очень любят, когда играют на сцене в свадебных платьях белые девушки. Это было очень забавно, когда несколько раз в день приходилось надевать эти корсеты, эти пышные юбки. Я не очень люблю свою болливудскую музыку, поэтому я уже выучила очень много их песен. И вот сегодня я их исполнила, хоть и первый раз за 2 года. Получается, я 2 года уже забыла, что это такое, и сейчас сама погрузилась, поностальгировала. В общем, очень важно. Друзья, вот ты 4 года жила в Индии и оставалась там белой девушкой, да? Несмотря на солнце и на жару. Да, потому что у меня в договоре было прописано, что нельзя загорать. И я пыталась объяснить своим начальникам, что я могу немножко подзагореть, но я не стану такого цвета, как вы. Но они мне не верили и говорили, нет, нет, не выходи на солнце, все, иди в шопинг-молл, иди куда угодно, но не загорай. Ну и вообще у них не принято, чтобы мы вышли на балкон позагорать, потому что соседи могут пойти и пожаловаться, что там белые девушки, непонятно, в чем одетые ходят, и непонятно, что делают. А кроме того, ты еще и пользовалась отбелившим кремом, да? Да, я еще и купила крем для лица, потому что я все время под кондиционерами, и мне нужен был крем. И потом я думаю, почему я все белее и белее становлюсь, а оказалось, когда я прочитала уже, истратив полтюбика, что это вайтнинг, крем отбеливающий. Я подумала, что да, прекрасно. И у них реально есть крем отбеливающий, еще есть специальные процедуры, прям какие-то аппараты, которыми они отбеливают свою кожу как можно вообще по максимуму. Или бывает, что у них настолько отбеленное лицо, а потом от шеи все темно идет, это тоже, конечно, очень странно смотрится. То есть у них пунктик такой, да, что надо быть? Да, потому что они думают, что мы родились как бы голубых кровей, такие белые люди, а они родились грязными, и вот как бы пытаются отмыться и стать такими же, как и мы. Расскажи, пожалуйста, про особенности их свадеб. Вот ты все это видела? Да, у них самая главная особенность, это очень часто бывает, что родители выбирают жениха, невесте или наоборот. И невеста до последнего не видит лица жениха, или жених не видит лица невесты. И один раз у меня такое было, что в жениха специально такая повязка на лице, и он ее снимает во время уже бракосочетания, и она начинает плакать, потому что настолько он некрасивый и настолько вообще ей не пара, что она плачет, но ничего не может сделать и становится его женой. И таких браков по расчетам очень много, и это вот свои такие правила до сих пор очень грустно на это смотреть. Жесткие, строгие правила. И еще они, невеста всегда должны в красном платье, в красном саре быть, а в белом саре нельзя, потому что белые надевают на похороны саре, но при этом они любят свадебные платья, белые, это типа не считается для похорон. И еще чем богаче семья у невесты, тем больше золота она должна на себя надеть. То есть если невеста совсем маленькая, хрупкая девушка, и на ней бывает 30-20 килограммов золота, и она идет до сцены, еле-еле уже там, не знаю, хочется ей помочь, со слезами на глазах, смотришь на это все и, конечно, поражаешься, какие все по-другому, какой другой менталитет у людей. Ты работала скрипачкой на очень богатых свадьбах, миллиардеров, олигархов местных. Сколько они тратят? В среднем на свадьбу они тратят 300-500 миллионов рублей, или рупий, рупий равно рублю. И это как бы стандартная такая свадьба, и длится она минимум 3 дня. То есть обычно бывает 200 миллионов за один день. И бывает на неделю могут продлить, то есть они могут и миллиард на свадьбу истратить, погулять. Хорошо, а на что они тратят эти деньги? Айми, интересно тебе это? Конечно. Куда можно потратить эти деньги? Самое дорогое, я думаю, в оформлении, это на еду они тратят очень много, потому что там, чтобы прокормить 2000 человек, там столько еды стоит, столько этих подносов. И при этом вот и я, и мои подруги, и мои коллеги, никто ничего не может с этой свадьбы съесть, потому что это невозможно есть. Потому что, во-первых, все свадьбы практически вегетарианские, а во-вторых, там всё настолько острое, что просто не притронутся к еде. И даже когда мы просим, дайте нам, пожалуйста, фруктов свежих, они нам приносят, и они уже перчёные, солёные, вообще просто все в обсыпке в этой. И смотришь на фрукты, и хочется плакать, потому что фрукты на самом деле такие вкусные. И, в общем, тогда мы идём и сами набираем фруктов втихаря, и они не успевают уже посыпать ничем. То есть они настолько острые, что ты даже, прикасаясь к ним, рискуешь порезаться, да? Вот когда, да, вообще так, точно. На что ещё? На что ещё? На цветы самое большое они тратят, конечно, ещё на цветы, потому что это все декорации сделаны из живых цветов. И то есть это они тратят, наверное, дня три, сидят ночью и днём, и делают, соединяют вот эти все декорации, эти все цветы. Ещё бывает настолько пафосное появление жениха с невестой, то, что приезжает кран, к крану прицеплена металлическая такая клетка, как птичка выглядит, и на этой клетке снизу их поднимают жениха с невестой вверх, при том, что это похлещик леса обозрения, потому что там, я не знаю, там только два поручня, и если что-то случится, то жених с невестой упадут с высокой, с высоты. И как бы это очень забавно. Иногда они на слонах могут появиться, иногда на лошадях, иногда люди запряжены вместо лошадей, то есть насколько у них хватит фантазии. Ещё группы индийские выступают, тоже очень популярные, тоже на это много денег уходят. Люди вместо лошадей и слонов. А каких-то знаменитостей приглашают? Иногда, да, были знаменитости, мне говорили, но я не очень знаю. Я кроме Шакрукхана, моего самого любимого индийского актёра, я больше никого не знаю. Ты с ним познакомилась там, нет? Нет, я с ним не познакомилась, всё хотела, но зато меня привезли к его дому, где он частенько здоровается со своими фанатами. Оставили у дверей? Оставили у дверей даже, знаете. Вот, посмотрела на его дом и уехала. Вот эти свадьбы, ты говорила, что вот, несмотря на весь этот, вот эту пышность всю, да, пафос такой, вот это богатство, роскошь, да, им некуда в туалет сходить? Да, у них, если тысяча, две тысячи гостей, у них стоит одна кабинка биотуалета, и, когда пытаешься пройти в эту кабинку, оказывается, что надо не в неё заходить, а вокруг садиться, этой кабинки, и это как бы нормально для богатых людей Индии, то есть, стоят, сидят прилично одетые люди, в шелках, там, в драгоценностях, и вот у них такой способ сходить в туалет. Тоже очень дико, конечно, смотрится. У тебя однажды там случился такой инцидент с платьем, да, расскажи об этом, пожалуйста. Да, я должна была вести жениха с невестой и идти в первой и играть самую популярную песню Тунхи Хо, и они должны были сзади красиво идти, и на меня смотрели очень много видеокамер, прямые эфиры, квадрокоптеры, всё, летают, все счастливые, и они очень любят фейерверки, очень любят фаер-шоу, везде всё должно гореть, шуметь, и в один прекрасный момент они зажигают фаер прям под моим платьем. Я понимаю, что уже начинает дымиться платье, а я играю дальше, потому что не могу подставить людей, всё-таки такой праздник бывает один раз в жизни, поэтому я иду, играю дальше, а меня люди просто бегут и тушат, тушат по дороге, а я иду дальше, и уже представляю, что я уже без платья сейчас дойду до сцены, без платья, без волос, вообще без всего, но в итоге меня успели потушить, и я спокойно дошла до сцены. и это было ещё в день рождения мой подарок хороший, на день рождения получила, масло экстрима. Это экстремально было, потому что она, Полина не боялась за свою жизнь сгореть, продолжала играть, вот как надо работать с огоньком. Что там ещё интересного ты наблюдала в Индии, вот такой контраст? Контраст это когда в Дели я иду посмотреть на какую-нибудь достопримечательность, или просто иду в магазин, и ко мне просто все подбегают индийцы, начинают фотографировать прямо в лицо, и им даже не важно, что я там хочу отдохнуть, просят селфи, one selfie, мадам, one selfie, please, вот эти one selfie, и там даже уже стали популярными футболки, я такую купила, no selfie, please. И как-то я выступала одна на маленькой сцене, высотой примерно полтора метра, нет, даже меньше метра, и она была тоже где-то диаметром в метр-полтора, то есть там как раз только для меня место и для скрипки. Я играю, и должна была на встрече гостей, и гости вокруг меня должны проходить, и у меня мои менеджеры видят, что все гости думают, что я не музыкант, а я человек, с которым надо непременно сфотографироваться, и они начали все вместе лезть ко мне на сцену, на эту маленькую. Я уже играю, у меня уже места нет, они еще хватают мой смычок, как бы думая, что я играю под фонограмму. Помочь! И в итоге их пытаются столкнуть со сцены, мои менеджеры, что вы там делаете, но они все больше и больше, и в итоге настолько они окружили меня со всех сторон, потому что меня пришлось оттуда выводить просто бегом из этой свадьбы. А они все за мной бежали, one selfie, мэм, one selfie. И это гости как бы приличные миллионеры, и все так у них принято. Миллионеры. А как ты в шаре? А, в шаре я еще играла, да. Шар, я сначала туда, меня туда запускали в сдутый шар, потом наполняли его воздухом, и я там должна была играть. При том, что я играла на электроинструменте, и получается, внутри шара мне себя не слышно. И микрофон для ушей мне тоже не дали. То есть я играла, и не понимаю, какие ноты даже, потому что меня слышит только вся свадьба, а я сама не слышу, что я играю. И там еще воздуха хватает только на полчаса. Когда я уже начинаю задыхаться... Уже задохнулась когда-нибудь, вспомнили. Я им говорю, может, уже закончим, мне вот тут воздуха уже мало. И они тогда сдували шар, и я оттуда просто выползала. В общем, да. И еще я играла на подставке 2 метра высотой, и была одета в платье из цветов, и на голове еще шапка из цветов. И вот этот постамент был тоже как бы продолжением. То есть, получается, я была как трехметровая девушка-цветок. И он еще так шевелился. И когда я играла, мне еще надо было соблюдать как-то баланс, чтобы не упасть с этого постамента. Да, очень много. Тебе надо было деньги брать за салфи? Ты бы так тоже стала... Мне надо было футболку такую... Миллионерши, да. Да, да, one dollar, one selfie. Да, да, точно. Не no selfie, а one dollar. Надо было. Ну все, ну ты скоро поедешь. Тебе уже опытные, знаешь, живут в таллиннском хостеле, Харбор. Бизнес-идеи... Кучу придумаешь. Да, да, да. Где я была раньше. Да. Вот, вот. Нет, ты вовремя пришла. Вовремя. Потому что это второй раз. Первый концерт был классическая музыка. Да. Вторая. Более не знаю. Так, а вот скажи, пожалуйста, кто вот, кто любит фотографироваться? Подростки или люди всех возрастов? Всех возрастов. И кто это, мужчины или женщины? Обычно на свадьбах не подростки. Ой, а все подряд. С тобой. Да, и мужчины, и женщины. Все въезжают от восторга. А не только с женщинами или и с белыми мужчинами тоже? А белых мужчин они особо нету на свадьбах. То есть обычно... А на улицах, в торговых центрах-то есть же? Нет, я практически не видела европейцев. Потому что мало кто работает, только девушки обычно работают в Индии, потому что только девушки требуются, потому что мужчину не наденешь свадебное платье. Поэтому обычно только белых девочек встретишь. Но как-то видела, если на Гуа, на популярном курорте, то там фотографируются со всеми, вообще любым белым человеком. И неважно, вот индейец может быть совсем маленький ребенок, может быть взрослый дядюшек лет 60-ти, он тоже хочет селфи. Да, и вот это у них такое отношение как бы сакральное, да? Или что? А еще у них, вот если у них есть такая примета, что если дотронешься до белого человека, то будешь счастливым. И они непременно все хотят до меня дотронуться. Это, конечно, очень неприятно. Только вымыл руки, и до тебя кто-нибудь такой дотрагивается, неопрятный. Хоть и какой-нибудь богатый, но они все равно все неопрятные. Поэтому так-то не очень приятно. Ладно один человек, а когда толпой за тобой бегут уже, хотят дотронуться, ну удачу. А это только молодых так девушек, или вообще всех белых? Всех, всех белых. Женщин, всех возрастов. То есть, женщины, дорогие, если вы чувствуете себя одинокими, у нас сегодня была песня, песня была, песня одинокой женщины, если вы чувствуете себя одинокой, невостребованной в Европе, поезжайте в Индию, и там вас будут трогать, чупать, фотографироваться с вами, почувствуйте себя звездой в центре внимания, да, и так далее. Еще автографы часто берут. Я думаю, ну здорово, а если бы я там приехала? А если вы скажете, что вы Анжелина Джолинч? Они будут поверить. Но вообще они думают, что вот когда я, например, их всех путаю, они для меня все на одно лицо, они также думают про белых. То есть, они реально думают, что мы все на одно лицо, и они очень часто всех нас путали. То есть, если вместо одной девочки поехала, например, я, потому что она заболела, они даже не поймут, что они заказывали другого музыканта, потому что мы все для них вообще одинаковые. И неважно, блондинка, брюнетка, все равно мы все на одно лицо. Я слышал, что там очень, вот эта разница большая, очень богатые люди, да, сверхбогатые, и очень бедные. Да, очень богатых, у них очень много, потому что, судя по количеству свадеб, наскольких я играла, и при этом у нас, музыкантов, очень много, и очень-очень много свадеб, каждый день, там просто на каждом метре у натыканной эти свадьбы богатых, то, да, там разница и среднего класса очень мало. И бедных там, когда я жила в Дели, ты идешь в магазин, и прямо тротуары нужны для людей, не для того, чтобы ходить под тротуаром, а для того, чтобы люди там отдыхали. То есть ты приустал, можешь посидеть, полежать, ну, то есть, ну, не для того, чтобы ходить. А мы не могли ходить по проезжей части, там страшно, там движение вообще сумасшедшее. И мы ходили через людей. Вы ходили по головам. Там просто, или едешь на машине, и все тротуары, там пиздец люди спят. Там десятки тысяч людей живут на улице. И как-то очень много погибли несколько лет назад, когда в Дели была какая-то сумасшедшая холодная погода, минус два, по-моему, и люди просто не выдержали таких холодов на улице, у них не было условий. И жара там тоже адская, да? И при этом они, как бы, их не насильно выгнали на улицу, правительство пыталось им давать дома, давать квартиры. Они начинали жить в квартире, потом, как бы, такие, ой, да ну это все, и шли обратно на улицу. А коровы там ходят по улице? Коровы ходят везде вообще, где только можно. И там, конечно, с ума можно сойти, и едешь. И вдруг корова посреди шоссе разлеглась, и туда приехать. Ну, не знаю, там молятся они, не молятся, но вот, скажем, коровы там. Да, он священная корова, да? И поэтому я очень скучала по говядине. Просто я очень скучала по говядине. Там невозможно купить говядину? Запрещено законом. То есть там вплоть до тюрьмы, если будете продавать говядину. И там тоже нет свинины. То есть никакого мяса? Там только курица, но я столько этой курицы переела, что думала, начну купорекать. И сейчас я уже не могу есть курицу. Курица не купорекает, а никуда. Ну, вот я вот значит закуда ждала бы еще чуть-чуть. Да. Скучаешь по Индии? Хочешь снова туда поехать? Ждут тебя там? Нет, нет, меня ждут друзья, конечно, но я как-то мне больше в южную часть мира тянет в Австралию, в Вазеландию или вот в Европу. Но в Индию может быть там только к друзьям на недельку заскочить и дальше поехать. На недельку до второго. Спасибо тебе огромное, Полина. Вот какие гости, постояльцы в хостеле Харбург у Айме. Вот, так что. У нас много интересных людей. гостей. И мы их очень любим. Да. У нас весь мир. Здорово. Приезжайте. Адрес в описании к данному видео. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.